Всем привет! С вами Диана Суворова. В сегодняшнем видео я расскажу о 5 бюджетных тональных основах, которые классно подойдут на лето. Вы знаете, как я обожаю тестировать тональные основы. Это, пожалуй, одна из самых моих любимых тем на канале. Каждую неделю я так или иначе тестирую какой-то новый тон. Если вы хотите посмотреть все, что я до этого тестировала на канале, обязательно заходите в мой плейлист вот сюда. Также подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить такие интересные видео в будущем. Ну, а я буду начинать свой хит-парад. Здесь будут и новинки в тональных основах, также здесь будут бестселлеры и кое-какие средства, о которых вообще мало кто говорит, но они являются вообще суперкрутыми именно на лето. Честно говоря, летом вообще особо не хочется краситься, так что если я уж и наношу тональный крем, я предпочитаю легкую текстуру, среднее покрытие, натуральный финиш на лице, такой полуматовый, может быть даже влажный, сияющий, в зависимости от температуры на улице. Также мне бы хотелось легкую текстуру, чтобы кожа через него дышала. И, конечно же, большой плюс в тональном это наличие SPF. Но не всегда в тональном средстве, которое мне нравится, как смотрится на коже, есть SPF. Поэтому я нашла выход из этой ситуации. Недавно на канале я тестировала вот эти два средства. Это праймеры с SPF. Чем они классны? Во-первых, на них хорошо держатся тональные средства, особенно в летний период. Во-вторых, в них есть SPF и немаленькие. Давайте по порядку. Первое средство это HD Active Performance Primer с SPF 30. Это бренд Catrice. Это очень легкое средство, вот такое вот, как белая такая водичка. Хорошо распределяется на лице и не оставляет, знаете, такого белого налета. Клюрит поры. Если у вас расширенные поры, если у вас жирная комбинированная кожа и Т-зона в основном жирнится к концу дня, то это средство как раз для вас. Плюс, конечно, SPF 30 это немало. На этот праймер хорошо наносится тональный крем, он дольше держится. И также это средство водостойкое. То есть, если вы будете потеть или, не знаю, заниматься спортом, ну и вообще находиться в каком-то влажном климате, то это, конечно, большой плюс. Тональное средство продержится намного дольше и не сползет на таком праймере. Еще один интересный праймер с SPF 20 из линейки You Better Work. Это бренд Essence. Тоже довольно бюджетный бренд. Помимо того, что на этом праймере хорошо смотрится и держится тональный крем, мне нравится его оттенок. Он такой, знаете, цвета Тиффани. То есть, он работает еще и как цветокорректирующий праймер. То есть, он убирает красноту. Например, мои щеки очень активно краснеют в жарком климате. Если очень жарко в помещении или на улице, то я сразу становлюсь такая вот прям румяная. Этот праймер хорошо справляется с румяными щечками и, конечно же, помогает держать лучше макияж и тональный крем в такую жаркую погоду. По-моему, это очень классные средства на лето. Я знаю, что есть еще аналогичные средства в корейской косметике. Если знаете классные праймеры с SPF, обязательно напишите о них в комментариях. Начну свой хит-парад со знаменитого тонального крема Collagen, который уже шумит на весь интернет в последнее время. У меня увлажняющая версия. Здесь, кстати, очень маленький SPF, несмотря на то, что это корейский тональный крем. SPF здесь всего 15. Чем он мне понравился на лето? Во-первых, его текстура очень легкая, он хорошо распределяется. Держится он на лице хорошо от 5 до 7 часов. И единственный минус для меня – это его запах, потому что он пахнет как-то цветочным таким ароматом. Но я уже к нему как-то привыкла с тех пор. И через какое-то время он выветривается. Вот. Мне, конечно же, нравится то, что эта тональная основа стоит где-то 300 гривен. И здесь 100 мл. Хватит его на очень долго. И для лета, мне кажется, это прекрасный вариант, потому что лицо с ним смотрится просто невероятно красиво. И у меня, кстати, 13-й оттенок хорошо подходит для белоснежек. Еще одно классное тональное средство на лето – это Rimmel Lasting Gradients. Это относительно новый тональный крем. Недавно я протестировала его на канале, и с тех пор тоже довольно часто им пользуюсь. Чем он вообще отличается от всех тональных основ? Во-первых, если вот к нему близко так присмотреться, то можно увидеть маленькие, просто микроскопические светящиеся частички. Какой-то как будто перламутр там находится внутри. При нанесении на лицо, особенно при каком-то искусственном освещении, это не сильно видно, хотя, в принципе, лицо как будто бы отражает свет. Но больше всего этот эффект заметен, если на вас падают прямые солнечные лучи. Лицо начинает просто светиться, как Эдвард Каллин, который попадает на солнце. Очень красиво выглядит. Действительно, финиш ни с чем не сравнить. Мне нравится, особенно летом хочется пользоваться вот такими вот средствами для какой-то летней прогулки. И, конечно же, здесь большой SPF 25. Это очень круто. Покрытие у него среднее. Я бы его могла посоветовать для любого типа кожи. И для нормальной, и для сухой, и для комбинированной, и жирной. Хотя, если вам нравится, конечно, такой светящийся финиш. Но самое интересное, что на лице при нормальном освещении он смотрится сатиновым, и я бы даже сказала матовым. Но вот это вот светоотражение играет только, если на вас реально попадает какой-то источник света. Интересное средство. Мне очень нравится. И в последнее время им тоже часто пользуются. Бюджетная тональная основа от Evelyn. У меня на третьем месте. Хотя, в принципе, я бы не располагала здесь средства по, знаете, по степени их значимости. Мне они равнозначно все нравятся. Просто зависит от настроения, когда что хочется использовать. Итак, Evelyn. Сегодня просто так получилось, что на третьем месте. Это очень бюджетный тональный крем. Поэтому вот с такой вот интересной жидкой формулой, с пипеткой. Я думаю, что вы хорошо знакомы с этим тональным кремом. Во всяком случае, очень много на него отзывов. И много положительных. В основном положительных. И я практически со всеми согласна. Легкая текстура. Красивый финиш на лице. Он не матовый. Он скорее такой сатиновый. И такой живой. Лицо с ним смотрится очень натурально. На лице его не видно. Но, тем не менее, покрытие у него среднее. И он хорошо может замаскировать недостатки на коже. Люблю им пользоваться. Особенно в летний какой-то жаркий период. Потому что лицо с ним выглядит просто невероятно красиво. Тональный хорошо держится на коже. Хотя через 5-6 часов все-таки проступает. Такое излишнее сияние на Т-зоне. Поэтому я его припудриваю. Мне он очень нравится. И я его тестировала на канале. И очень часто про него говорю. Потому что за свою цену этот тональный крем можно сравнить только с люксовым каким-то аналогом. Хотя даже в люксе я не могу найти и подобрать такое классное средство. Здесь, кстати, на баночке написано Baby Face Effect. И мне кажется, что действительно с этим тональным средством лицо смотрится просто как Baby Face. Я бы сказала не Baby Face, а Baby Bat. Потому что очень красивое, ровное, невидимое покрытие на лице. В общем, не знаю. За эти деньги это просто находка. На четвертом месте у меня тональный крем от Revolution Pro. Недавно я выпускала про него полноценное видео, которое называлось «Самый красивый тональный крем». Так вот, это действительно самый красивый тональный крем. Вернее, я бы сказала, что он дает самый красивый финиш на коже. Он настолько дружит с кожей, настолько красиво на ней лежит. Как будто бы это ваша кожа, только вы купили ее, не знаю, за миллион долларов. Настолько это круто выглядит. Единственный минус. Здесь очень маленький объем. 18 мл. И здесь нет SPF. Может быть, потому что это профлинейка. Она предназначена для фото, видеосъемок. Хотя это не плотное средство. У него среднее покрытие. Сквозь него видно кожу. Но тем не менее, кожа выглядит очень красивой. Вот холеной. Обожаю это слово. Холеная кожа. Полувлажный, полусатиновый финиш. Не матовый. Как и у Evelyn. Вот такая вот жидкая, довольно пигментированная текстура. Я бы его смело могла посоветовать для комбинированной, нормальной, сухой кожи. Потому что он красиво смотрится. Довольно долго держится. Но такие средства тоже лучше припудривать где-то через пару часов. На Т-зоне начинает немного светиться. На пятом месте у меня совершенно неожиданное средство. Кстати, сегодня я делала макияж при помощи именно этой тональной основы. Так что вы уже можете видеть, как оно выглядит. Это бренд The Ordinary. В основном он специализируется на уходе за лицом. Наверняка вы о нем слышали. Хотя на самом деле на YouTube о нем очень мало говорят. Уход от этого бренда я пока что еще не пробовала. Но у меня есть две тональные основы. Одна с плотным покрытием. И вот эта, которая называется Serum Foundation. Собственно, имеет более легкое покрытие. Она очень водянистая. Послушайте. Практически как вода. Вот здесь вот. И имеет, в отличие от всех тональных, которые я сегодня показывала, матовый финиш. Но при этом очень-очень легкую текстуру. На лице он практически невидимый. Можно его наслаивать и делать покрытие более плотным. Но, тем не менее, у него очень легкая такая вот текстура. Как вы видите, сквозь него видно и румянец, и какие-то веснушки, покраснение. То есть он выглядит на лице естественно. Не подчеркивает текстуру кожи. Хоть он и матовый на лице. Мне очень нравится. Особенно на лето или какую-то очень-очень жаркую погоду. Когда хочется действительно прям вот матового покрытия. Очень интересный тональный крем. К сожалению, о нем мало говорят. Потому что его не так просто, знаете, купить в свободном доступе. Я покупала его на сайте Asos. У него есть бесплатная доставка. В принципе, никакой проблемы его купить. Главное подобрать себе оттенок. У него, кстати, очень большая палитра. Я использую оттенок 1.0. Он очень светлый. Подойдет для белоснежек. Там есть разные подтоны. С розовым подтоном, с нейтральным, с желтым. В общем, вы можете подобрать себе любой. Стоит он 6 фунтов. Это примерно 500 рублей или 250 гривен. Он очень доступный, бюджетный. Здесь 30 миллилитров. И я не понимаю, почему о нем так мало говорят. Потому что он на самом деле очень классный. Плюс ко всему у него SPF 15. Поэтому на лето это просто очень классная тональная основа. Я наношу его спонжем. Хоть он и очень жидкий, но мне кажется, что спонж его распределяет лучше. И на лице он просто незаметный. Если вам не сложно, поставьте лайк под этим видео, чтобы я знала, что эта тема была вам интересна. Ну и напишите в комментарии, какой тональный крем вы считаете самым классным на лето. Ну а мы очень скоро увидимся в новых видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok